Наречие to Английское наречие to имеет два значения. Первое значение обозначает степень проявления признака и переводится как излишне, слишком, чересчур. Как правило, это слово сочетается с наречиями и прилагательными и в предложении занимает место именно перед ними. I'm too tired. I won't go to the shops. Я слишком устала и не пойду за покупками. В данном случае to сочетается с прилагательным tired. The task was too difficult. He couldn't do it. Задача была слишком трудной. Он не мог ее решить. Too сочетается с прилагательным difficult. You are speaking too quickly. I don't understand. Вы говорите слишком быстро. Я не понимаю. В данном случае to сочетается с наречием quickly. It's too late now. I'd rather take a taxi. Сейчас слишком поздно. Я лучше поймаю такси. Too сочетается с наречием late. Наречие to также употребляется с many, much и little, образуя следующее словосочетание. Too much. Too many. Слишком много. Too little. Слишком мало. You have invited too many people to your party. Ты пригласил слишком много людей на вечеринку. I cannot go to the seaside. I have too little money. Я не могу поехать на море. У меня слишком мало денег. Конструкция to, to do something, переводится как слишком, чтобы сделать что-то. She is too young to get married. Она слишком молода, чтобы выйти замуж. Бактерии are too small to see without a microscope. Бактерии слишком маленькие, чтобы увидеть их без микроскопа. Второе значение наречия to тоже так же. Оно всегда стоит в конце предложения. Я говорю по-испански. Хелен тоже говорит по-испански. Я голоден. Я тоже голоден. Она любит играть на пианино и на гитаре тоже. В этом значении to употребляется только в утвердительных предложениях. В отрицательных тоже не употребляется наречие either. My brother doesn't like football. I don't like it either. Мой брат не любит футбол. И я тоже не люблю. Подписывайтесь на наш видеоканал и заходите на наш сайт inglessecrets.ru Мы откроем вам еще много секретов английского языка. Учитесь вместе с нами! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!